Еще с царских времен сюда, на север, и в частности в Туруханский край, тогда это был край, ссылали всех инакомыслящих. К примеру, здесь отбывали ссылку многие революционеры-большевики, в их числе Иосиф Сталин, Яков Свердлов. Уже в советское время политзаключенные воздвигали здесь памятники вождям, вождям, которые железной рукой гнали народы в счастливое будущее. Народ, кетский народ, проживает компактно только в Туруханском районе, поэтому я не ошибусь, если скажу, что 740 человек, это практически весь кетский народ, который живет в Красноярском крае. Кроме кетов-селькупов, еще проживает Эвенкий, их 156 человек в нашем районе. Допустим, я могу вам сказать такое, что 90% кетского народа безработно, то итоги, результаты безработицы такой, вы можете посчитать сами. Это невозможность подлечиться, сохраниться, это невозможность учиться, это невозможность жить, это невозможно строить планы на будущее, значит, будущего практически может и не быть. Если не накормить живущих здесь, на Северной земле, коренные народы просто вымрут. Северной земли Детские учреждения, это единственный интернат, у нас единственный интернат в Турханском районе, где живут дети из двух национальных поселков. Все, в речке и Фарково. Все. Хорош, садись кто-нибудь, чтобы двух шуток. Садись, Коль, вот, садись. А в интернате-то в курсе, я привезу, кто там будет брать. Особенно серьезная ситуация с детским питанием. Поэтому очень кстати о том, что вот эта посылка с сливочным маслом, с растительным маслом, она пришлась весьма кстати рыбакам, которые добывают, собственно, рыбу. Это традиционная их пища, традиционный продукт питания. Естественно, сегодня, если будет жарить ночью рыбу, это будет очень полезно. Трудно жить на севере. И что важнее завести сюда в первую очередь? Какие продукты питания? Чтобы люди не страдали от малокровия, недостатка витаминов, особенно дети. Проблема, которую вы поднимаете, она чрезвычайно актуальна, кричащая, я бы сказал. Потому что мы медики, мы видим сколько гиповитаминозов, мы видим сколько заболеваний, связанных с нарушением питания. Цифры говорят сами за себя. Если мы приезжали, населенные пункты, которые в факторе называются, могли посмотреть, там, 30, 20 детей. Те, которые есть, всех. И количество больных оказывалось 19 из этих 20, а то и все 20. То есть, в принципе, в каждый двор вот заходишь, у нас время было, там, и все. И везде больные дети, больные дети. И большинство этих заболеваний связаны с нарушением питания, с неправильным питанием и так далее. Поэтому мы ставим вопрос о том, что нужно не только продукты питания, вот консервированные, которые завозят там туда. Вы понимаете, сегодня возможности этих больших, и сухое молоко, там, скажем, и консервированные продукты питания, и все, и все, и все. Но и, наверное, надо ставить вопрос в то, что в небольшом количестве содержит жизненно необходимую силу. Мы это сегодня называем биологически активные добавки, биологически активные вещества. А вы в начале нашего разговора назвали это своими именами. Это поливитаминные комплексы, поливитаминные комплексы. Это поливитаминно-минеральные комплексы, которые составляют основу-основ жизни. Это не лекарство, это компоненты пищи, это компоненты рациона, жизненно необходимые. Но две стороны одной медали. Одно не решает проблемы без другого. В первую очередь завозим масло, масло сливочное, растительное. Если масло подсолнечное, то какое? Из подсолнечного масла, растительное, действительно, это масло очень хорошее. Но надо было бы выбрать так называемое нерафинированное, которое содержит и минеральные вещества, которые необходимые вещества содержат. Больше, чем самые высокопрозрачные рафинированные масла. Если речь идет об этом. О части продуктов, конечно, стоит говорить, потому что не все и всегда то, что высококачественные, казалось бы, полезны, особенно на северах. Нерафинированные, подсолнечные, там значительно важнее. Оно содержит и витамин Е, который так необходим, то кофе-рол и прочее. Продолжение следует...